Святой апостол Павел Эти слова, которые сегодня будут сказаны мной, это не обличение человека, это наставление, потому что, к сожалению, многие не слышат то, что говорится в церкви, не слышат, что говорит епископ, священник, и после начинаются всякого рода упреки, укоры, что вот священники ничего не делают. Я сегодня обращаюсь к вам, возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры, не только в городе Киеве, но, наверное, кто смотрит ко всей Вселенской Православной Церкви, потому что смотрят нас и в Канаде, и в Америке, и в других странах. Но я сегодня хочу напомнить о том, что возникла ересь у нас такая, что некоторые так званные, в кавычках, благочестивые люди причащаются за Божественной Литургией несколько раз на ближних или на дальних пещерах, где совершается богослужение, а дальше на поздней литургии. А если не успевает человек причаститься несколько раз в разных храмах, он совершает это, причащаясь возле каждой чаши. Мы не можем проконтролировать, как на приходе простом, потому что приходят десятки и сотни тысяч людей. За каждым богослужением нас причащается 200, 300 и больше воскресные дни людей в одном только храме. Поэтому я хотел бы напомнить слова апостола Якова, который говорит, если вы причащаетесь с тела и крови недостойно, многие из вас болеют и умирают. Не может человек причащаться каждый день, хотя есть некоторые сегодня такие учения на Пасху, там и другие дни. Если совершается литургия, должен причащаться священник или епископ, который совершает богослужение, потому что он бывает в храме за вечерним богослужением, на часах и утренней литургии. Приходит намного раньше для того, чтобы помянуть всех, знающих и не знающих, и людей, которые подают записки, чтобы Господь очистил святой кровью и молитвами святых угодников Божьих, помог каждому человеку на жизненном пути. Поэтому не может человек причащаться каждый день, потому что, как я уже сказал, есть множество проблем. Мы с вами знаем множество обителей, которые сегодня, я спрашивал в Иерусалиме, в Горнинской обители, и там причащаются схимницы в субботу, но у них строгий пост, они постоянно пребывают на молитве. А наши верующие люди, не бывая на вечернем богослужении, приходят уже перед отче наш и хотят быть в первых рядах. Такого не может быть, и вы должны это знать. Христианин, который хочет причащиться, он должен быть за вечерним богослужением, утренним, на часах, должен соблюдать хотя бы три дня пост, утром ничего не укушая, не пьет воды, прочитав правила ко святому причащению, и должен быть к началу литургии, чтобы уже послушать часы, но прежде чем начинаются часы, вы должны прийти вовремя, поставить свечечки, подать записки, приобрести просворы, кто желает, умиротворить свою душу, оставив все за воротами храма или монастыря, всю суету сует и приступить со страхом и трепетом к телу Христову. Мы с вами соединяемся телами крови Христа, и человек уже не живет для мира. Он уже соединившись, хотя раз, он становится действительно тем благодатным сосудом, о котором Христос сказал, что они придутся Цемнебесным, и наше сердце станет обителью, где будет обитать живоначальная Троица. Поэтому мы должны приготовить себя как храм, в котором живет благодать Святого Духа, которая очищающая, которая омывающая слезами нашими грехи наши и дает быть наследником Царства Небесного. После причастия человек не должен спешить выбежать из храма. Он должен послушать благодарственные молитвы, и есть такое изречение – отпуск. То есть священник совершил отпуск, вы приложились ко Христу, и тогда себе исходите с миром в свои домы. Я бы хотел сегодня попросить вас всех, чтобы вы были внимательны, потому что сегодня все человечество практически есть идолопоклонники. Почему? Потому что вы приходите в храм с этими мобильными телефонами, которые во время Благословенного Царства и до конца Литургии многие читают смс-ки, пишут смс-ки, отвечают на вопросы, играет музыка. Вы не слышите, что говорит вам Господь Бог. Вы заняты своими суетными делами. Вы заняты суетой и сует. Неужели вам недостаточно проблем, которые у вас есть дома, с детьми, с внуками, с мужем, на работе, в обществе? Вы не видите, что делается сегодня в мире. Мир возле лежит. Поэтому и Христос, Спаситель мира, в Троице прославляемый, сказал, «Шесть дней делай все дела Твои, а седьми Господу Богу Твоему посвяти». Лишь только два-два с половиной до трех часов Господь просит, и мы же не каждую неделю бываем на богослужении, посвятить молитве, беседе с Богом. Вот вы приходите на прием своему руководителю. Написано, с телефоном не входить. Приходить в таких-то таких одеждах вы исполняете, потому что вы боитесь за зарплату, за пенсию, боитесь за свое рабочее место. А как мы относимся к своему Спасителю мира и Творцу? Иоанн Златоуст в пасхальной речи говорит, «Каждый воскресный день – это есть маленький отблеск великого праздника». Мы часто забываем о том, что сотворилось в эту ночь воскресения Христова, что осталось в Страстную Седмицу. Господь посрамил врага, дьявола, хотя дьявол думал, что он победил Христа страданием и муками, и тем самым возложил его во гроб. Но Спаситель мира лег во гроб для того, чтобы не сойти преисподнюю землю, и там меня, и каждого из вас найти. Для вечной блаженной жизни. И воскресить нас с вами, и привести к Отцу Небесному тихую пристань Царства Небесного. Господь наш Иисус Христос через апостола Иоанна говорит, что «Моего Отца суть убителей много на небе, и каждый получит каждый своем здовоздаянии». Поэтому, дорогие братья и сестры, почтитесь получить ключи от своего Царства, которое Господь определил. Не суетой и сует, а смирением, покаянием, потому что воскресение Христово, в первую очередь, разрушило силу ада, разрушило всю ту злобу дневную. Господь простил наши грехи, Господь даровал нам блаженство, Господь даровал нам и жизнь здесь на земле, чтобы мы, пожив некоторое время, научились жить в вечности. Я сегодня хочу обратить внимание, дорогие братья и сестры, что в Церкви все установлено по Слову Божию, и нет никаких выдумок патриарха, святителей, священников. Все благоустроено. Мы стоим на земле в Храме Божьем, говорит царь-пророк Давид, и в нем стоит Царствие Небесное. Поэтому, приходя в Храм, вы должны также одеваться прилично. Женщины не должны одевать мужские одежды. Они должны одеваться в те одежды, которые Господь через пророков, через все законы тогдашнего Ветхого мира и воскресшего мира во Христе, Новый Завет. Он дал нам указание, как мы должны приходить в Храм. Не в тех брюках, джинсах, которые вы на рынке, которые вы везде и всюду в кровати, приходите к Богу с чистой сокращенной душой. Василий Великий в своем слове говорит, что он одевается, потому что он одевается перед тем, кто имеет все, кто сотворил небо и землю. И он не может быть в одно время той одежде в кровати, на улице и стоять перед Богом. Какой стыд и срам, когда вы приходите в этих подранных брюках, которые когда-то люди, начиная с нашего времени, как мы помним, даже стеснялись одеться в сарай к животным. А мы сегодня платим такие деньги и говорим, это модно. Но не модно умирать. Но мы умираем. И с чем мы пристанем перед Богом? Я хотел бы также обратиться к мужчинам, которые тоже приходят в храм с сергами. Какие вы тогда мужчины? Мужчина должен быть и иметь вид мужчины. Он должен быть мужем, он должен быть отцом, жена должна быть замужем, а не замужем. Господь так захотел, чтобы мужчина был мужчиной, а жена – женщиной. И противление воле Божией – это и страшный смертный грех. Мы получили уже наказание в Содоме и в Гумуре. Мы получаем и сегодня войны, Чернобыль, непонимание. Вот эти все разрухи, которые есть сегодня не только в Украине, но и во всем мире. Это произвол человеческой природы. И бедная душа стонет, под тяжестью греха, не зная, что ей бедной делать. И когда она вырывается с этих оков тела, она попадает прямо в руки дьявола. Поэтому, дорогие братья и сестры, не надо лукаво мудрствовать, не надо говорить неправду самим себе «я хочу». Может, вы хотите спастись? Нет. Вы хотите в ад? Вы уже себе сами этот путь приготовляете. Многие говорят, что нет времени для молитвы, для храма, ничего. Скажите мне, пожалуйста, а сколько женщин вы сидите в кресле в парикмахерском? По три часа вам делают ногти, волосы красите. И когда, не дай Бог, посещает у вас болезнь, онкология и другие проблемы, вы забыли, что у вас был прекрасный вид. Так, может быть, нужно подумать о душе, нежели о ногтях. И вы это делаете регулярно, а в храм приходите только в пост или когда беда детей, внуков, когда беда в мужа или в жены, тогда вы говорите, «Господи, а за что мне это?» А хорошо пересмотрите свою жизнь, и вы увидите пропасть того, что мы с вами совершаем. Каждый христианин, возлюбленный во Христе, братья и сестры, должен помнить, что он приходит в мир не по своей воле. Но создавший нас Отец Небесный, Творец Вселенной, он захотел разделить благо наше, его с нами. Так как и вы строите дома, покупаете дорогие вещи, делаете что-то такое для чего? Для того, чтобы было для детей, для внуков. А теперь подумайте, Творец сотворил небо и землю, дал всю красоту земного шара, дал возможность отдыхать, видеть сегодня мир. Так почему мы неблагодарны ему за такую великую милость? Нужно переосмыслить все то, что в нашей жизни есть. Я уже говорил, и сегодня еще раз повторюсь о том, что человек только проснулся и сразу открывает интернет-телефон. А что вы там нового нашли? Я посмотрел несколько раз телевидение нашей горе-каналы, и только слышишь, убили три человека в семье, убили одного, того изнасиловали. Чему радуетесь? Что вы хотите узнать? Когда-то пришли к преподобному Силуану посланцы, и его укорили в том, что он не знает ничего, что делается в мире. Но он ответил, вы уже домой не доедете, потому что в России революция. Будет так и так, будет так и так. Они посмеялись. И когда, прибыв в определенные места, в которые путь должен быть лежать на родину, они уже не смогли этого сделать, потому что был прикрыт путь по воле Божией или по попущению. Это тоже воля Божия. Поэтому давайте для того, чтобы закончилась война, мы принесем достойный плод покаяния. Вспомните Курскую дугу, вспомните Ветхий Завет, вспомните Новый Завет, историю того, что было в Иерусалиме, что сталося с городами такими, как бывший Константинополь, сегодня Турция. Как по Апокалипсу сказано, что нет этих уже мест прекрасных и городов, которые были. За грехи Господь разрушил их. Я бы сказал, не Господь разрушил их, мы с вами разрушаем. Мы разрушаем свою собственную жизнь. А разрушив свою собственную жизнь, мы разрушаем жизни других. Потому что сегодня все держатся за жизнь. Отдают последние, когда человек болеет, чтобы сделать какие-то инъекции, химии. Но никто не заботится о душе. Потратив последние, а Господь не просит ничего. Только говорит, Сыне, дай мне сердце Твое. И когда мы отдадим сердце Богу, у нас не будет никаких проблем. Многие молчат и относятся с таким небрежным отношением священникам и своим обязанностям. Вот за меня поручился. Даже я не слышал, но знаю, что за меня дали слово. Поэтому будьте внимательны, чтобы враг рода человеческого, дьявол, не исхитил вас из руки Господней. Потому что Господь сказал, не о всем мире молю, а молю только о тех, которых Ты мне дал. Как счастливы те люди, которые находятся в церкви канонической, православной, соборной. Мне журналисты с Польшей спросили, обучен ли народ в вере? Я бы сказал, нет. Почему? Потому что, если бы мы были обучены, если бы мы были научены тайнам Царства Небесного, ни под каким предлогом мы не отдали бы церкви врагу. Мы не делились на тех и на тех. Можно делиться на национальности, можно делиться на ранги, можно делиться на степени учености, но Бог один. Если ты христианин канонической церкви, ты в Иерусалиме, ты в Греции, ты везде-везде имеешь Отчий дом, который тебя принимает без озора совести. Если ты еретик, раскольник, если ты нечестивец, ты не можешь войти в Царство Небесное. Ничто же нечисто, в Царствие Божие не войдет. Еще раз и еще раз, дорогие братья и сестры, обращаюсь к вам словом на зидание и прошу. Если вы не спасетесь, и мы не спасемся. Наш отчет это ваша праведность и ваша святая жизнь. Если вы останетесь глухими к нашим словам, которые постоянно говорит блаженнейший митрополит Киевский, вся Украина, Ануфрий, говорят епископы, значит, вы люди неверующие, вы не хотите себе спасения. А если вы люди благочестивые, законопослушные, тогда вы послушаете наши слова. Ничто же нечисто в Царствие Божие не войдет, поэтому плохой гражданин земли никогда не будет гражданином неба. Пускай все милостивые и милосердный Господь сохранит каждого нас на жизненном пути. Храни вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok